Сделать, да? Не, масла хватает. Посмотри, как я и говорил, переходим к икроножным мышцам, да, и голени. Опять же, растираем, разогреваем, еще раз повторно, ну, так, быстренько, полминутки. Вот тут я еще делаю такие, как бы, ножницы, да, из пальцев, чтобы попасть вот на вот эти вот впазинки. И лимфоузлы так немножко вот тоже разогреваю, так вот, видишь, и мышцы получают захваты внутреннего и внешнего, да? Разогреваем, и есть такой прием. Вот эти лимфоузлы мы начинаем нагнетать сюда вот все вот эти вот соки тела, такая уж штриховка, как бы. Вот так вот руки похожи друг к другу. И получается, микроудары с трением, да, можно это усилить, лапа леопарда добавить. Прямо туда, как бы, вот, втираем, да? Делаем не очень долго, чтобы не переселимфоузлы не воспалились, да? И обязательно потом надо прогнать это все вверх. Ну, обязательно. То есть я, в принципе, тоже все делаю правильно. Да. И опять же разбиваем часть ноги на две половинки, да? Сначала проходим снизу вверх, и начинаю я прям с Афилова схожилия, да? Потому что отсюда начинаются все вот эти мелкие связки, а переходят они в мышцы. Заканчиваем здесь, заканчиваем здесь. Помнишь, если смею показывать, вот этот валик такой вот? Практически делаем для себя вот эти валики. Саш, делай вдох, Саш. Потом целиком проходим. И выдох. Ну, целиком понятно, да? То же самое. А вот еще вот такой, в общем, захватываем, и друг относительно друга захватили. И вот так вот, чтобы не знаю, я покажу. То есть мы всю иголицу стараемся вот так вот захватить. То есть вот так вот? Да. И вот так вот, если на другую раз так, раз так подергли вот так. Чик. Чик. Да, вот так вот, если на другую. Угу. И опять заканчиваем тем, что полностью уже всю мюшку надеть. Ну, параллельно. Давай, на четыре руки будем тогда делать, да? Ну, давай, на четыре руки. А здесь видно все? Не все. А, ну, фиг. Ну, вот так вот, разломали. А там вот, да? Да, да? Ну, вообще вот так плотно. Лапу леопарда. И сюда. Да, снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх все движения. Прям молодец. Угу. Берем одну часть. Так, вот эти штуки, да? Открываем с них. Вот здесь коленка, Саша, нет самая. Чего? Ну, не валит. Не упирается? Нет? Нормально? Нет, нет. Я проверял, нормально. Потом снаружи стороны. Ну, да, переворачиваться самому не обязательно. Так же, как стоишь, так и стоишь. Единственное, что ты смотришь, я ноги пошире расставил, да? И я, когда что-то гоню, я переваливаю тело, вес тела на переднюю ногу. Переднюю ногу, значит, первую голову. Потом берем всю икроножную мышцу, прямо стараясь снизу, с голени захватить ее. Опять же, работаем всем корпусом. Тут, кстати, плечи активно работают. Видишь, получается тренировка для плечей. Так. Еще одна группа мышца у нас, соответственно, плечи у нас у самих. Потом берем всю мышцу, стараемся захватить ее. И вот так вот ее, как бы, друг на друга растянуть, размять. Ага, да. Заканчивая здесь, вот так вот, прям активностью такой, на икроножной мышце, так прям, целиком ее. И помнишь, еще более, вот у нас, когда мы делали, типа, на шее делали, типа, когда тесто, вот, да? Убрали и растягивали мышцы на растяжение. Опять сначала одну половинку, потом вторую. Так же можно и с бедрами обратить. Да, схватили и растянули. Схватили и растянули. Угу. И вот теперь опять. Прием. Захват Гудлина. Ага. Ну, нога, по идее, на подушку должна лезать, да? Так. Опять же, вот эти лапы леопарда только расходятся у нас между двух пальцев. Два с одной стороны, два с другой, да? Очень удобно садятся на ахиловое сухожилие. Мы даже так вот можем на себя немножко его подтягивать. При этом массируем. Вот такие получаются, как бы, как ролик. Ага. У меня руку немножко как-то... А, ты пальцы вот-то с одной. Нет. Вот так, да? Ну, вообще, руку лучше наружную использовать. Потому что сейчас мы переведем, покажу, почему. Вот эти пальцы-то не сгибай. Вот они, и те, и те, и эти два пальца есть, они торчат. А у тебя, получается, эти согнутые. Ну, не получается у тебя как-то это... Вот так, да? А руку ты можешь перпендикулярно к его ноге? А, вот так вот, да? Поставить, да, перпендикулярно к его ноге. Сделали. И дальше превращается рука в кулак. И мы сразу идем четырьмя пальцами по четырем меридианам. Прогоняем дальше эту кровь. И все остальное до конца, упираясь в тазобедренную точку. Вот эта точка, помнишь, вот эта есть? А, триггерная. Уперлись и дали на нее. А рукой эту ногу вытягиваем. Таким образом мы тренируем себе центр грудной мышцы. С этой стороны мы как-будто у нее растягиваем. За счет грудной мышцы, да? Вот. Если... Ты там жив, Саша? Если нога лежит на подушке, Расслабляй, расслабляй, ногу расслабь. То я беру локтями, Раздвигаю опять один ногой вверх, А другой вниз. Упираюсь в пятку. А тут упирусь и сюда. Уперлись и так зафиксировали сильно. Получилась такая разводка для... Такой станок, может быть, видел? Да, когда так хоп. Да, да. Хоп грудной. Вот мы все качаем грудную мышцу. Развели и плечи заодно распрямили. Вот такая тренировочка. Далее еще один прием. Захват Гудвина номер 4. Точку жизни знаешь, где находится? Нет. Вот, показываю. От колена. Сажали, там на видео не будет. Точка жизни, она находится. Все, я понял, подсчет. Вот, если так руки ложишь на указательном пальце. Вот здесь вот оно. Не видишь, где это указатель? Нет, не с этой стороны. Когда ты сидишь, я вообще несколько есть. Она называется точка от тысячи болезней. А точка от долголетия? Вот она и есть, да. И вот здесь вот она находится. У тебя указательный палец, когда ты на коленке. Это тоже есть точка, но она не та. Ее еще прижигают. Прижигают. Да их все прижигают. Ну ладно, хорошо. Нет, не та, не та. Я по-другому говорю. Окей, да. Вот, когда находишь косточку... Давай, знаешь как? Давайте твою ногу сейчас поставь. Давай. Оголенную голень. Оголенную голень. Чтобы было видно вот на камере, да? Вот видим вот этот выступ косточки, да? А от него четыре пальца откладываем вниз. И тут получается вот она точка. Ну их тут на самом деле три. Раз, два, три. Они прямо вот на мышце. Мы наверное про одной тоже говорим. Ну ладно. Нет, ты же говоришь, вот тут. Ну вот ложишь ее, вот тут у тебя указательный палец. Он падает прямо на эту точку. Вот здесь. Да. Другие, это другие. Ну окей, короче. Смотри. Нет, где косточка идет, да? А рядом вот где валик мышечный. Вот они, три точки здесь. Ну примерно получается там сантиметров семь вот этой косточки, да? Но когда мы, анатомически проще говорил про человека, насколько мы только подходим, когда мы с этой стороны кладем локоть, то мы фактически попадаем на нее, на эту точку, да? Пальцем с вами. Длина локтя меньше длины. Одеваться можно? Да, одевайся. Длина локтя меньше длины голени, да? Поэтому мы, когда эту руку кладем, видишь, у нас пятка и локоть получается на одном уровне. А с этой стороны, через ногу, огибая ее, огибая эту косточку, мы попадаем на эту точку. Так, вот так вот. Да. Вот попали. Попал. И как бы вот ее давим в тот момент, когда мы давим сюда. Получается, мы одновременно и расстегиваем ногу, упираясь в пятку, да? И одновременно массируем ногу. Значит, ты в пятку еще? В пятку еще, локтем упираясь в пятку, да. Постарайся локтем с этой стороны, выше, выше, локтем с этой стороны. А, вот так вот, да? Да, вот так вот, ага. Вот, видишь? Вот так, Саш, да? Ну, ощущения никаких. Никаких. Ну, ясно, но, ясно. Вот, захватка длина номер четыре. Проделали, и все, и переходим теперь к обратной стороне голема. Так, да? Так. Так, я говорил, масла, если мы не хватаем, берем отсюда. Сюда. Если у нас осталось на локтях, с локтя его можно сюда добавить, да? Добавили. А, и теперь... Смотри, я хочу просто камеру поставить, чтобы было видно. Ну, тут будет видно не только это, но и жопу, грубо говоря. Ничего, что камера будет? Ничего, что мы этого шоколадного глаз покажем. Давай переставим туда-сюда. Нет, мы прикроем, что? Не прикроем, но камера тоже. Да, на головой рот. Мне, кстати, удобно смотреть, хотя бы, что мы делаем. А так не будешь видеть, да? Ну, так не будет. Ну, давай оставим, что, в принципе. Так ты хоть поглядывай, что ли-то творите-то. Знаешь, какой сервис? 3D-массаж. О, боже, неожиданно. Перевесело. Это плохо, потому что я там видео поставил. Ну, вот так надо ставить. Да. Соответственно, смотри, вот если мы, там, женщина лежит, ей неудобно, да? Или вот эту ногу мы уже разогрели, а в помещении холодно, да? То все-таки можно прям полностью прикрыть, да? Эти части, потому что мы переходим к голени. Как я уже сказал, масло размазали, да? Так. Теперь сверху вниз проминаем вот эту часть лоблини. Ага. Ну, вот можно так, а я, на самом деле, делаю, смотри, от косточки мясо туда. Отвожу от кости мясо, как бы, становлюсь отодрать. Да, вот сюда. Слушай, что у тебя ноги такие холодные, Валя? У многих, кстати, бывают кровообращения, конечно, слабые, особенно у девушек. Просто приходят, знаешь, пальцы на руках, на ногах синие-синие, холодные-холодные. Здесь не больно, Саш? Так что у него еще нормально. Теперь, смотри, делаем прищепку вот этих пальцев. Ага. Такую достаточно мощную. Ну, тут, как бы, большой палец против всех остановлен, да? Да, и как бы, так ты стараемся одеть, отрывая мясо от кости туда, да, как бы, с двух сторон уже. С двух сторон мы, как бы, отрываем и такими вот щипками, как бы, доходим до низа. Ага. Вот. Тут кнопочки понажемал, тут понажемал, точечки покрутил вот здесь, вот здесь, да? Ну, точек-то и так много знаешь, да? Вот смотри. Ну, только, главное, в рот не брать и не дуть ведь. Только пальцами работаю. Понятно. Удобно, смотри, если хочешь еще икру проработать дополнительную, да, берешь прямо вот эту стойку, садишься пониже и кладешь ее на плечо. Так. Ну, да? А, трешними язык я должен-то видеть. Так. И проминаешь вот так. А, понял. С двоими локцями. А, трешними язык я должен-то видеть? А, все понял. Понял. Да, можно, можно вот этими тоже, в ту же сторону. А, муж же не дарит попугая. Тот приходит любовник. Если ехал, любовник приходит. Блин, ничего не получится, попугай, зараза. Все, что видит, все рассказывает мужу. Ну, ты меня, говорит, ну, сейчас полотенцем накроем. Ну, накроем полотенцем в клетку. Ну, и там чудеса творят. И он там, давай я там, типа, сейчас вот с разбегу на шкаф, со шкафа прыгну, прям сразу к тебе и на тебя, и там, и тракать всякие поливать. Попугая из клетки. Отрубите мне язык, я должен. Я понимаю, не завидую тебе, что тут интересно происходит, ты ничего не видишь. Ну, вы меня убрали, хоть я посмотрел. Да, вот это мы массируем точки, отвечающие за половую сферу. И как раз очень удобно, видишь, обходим пятку. И одновременно вот это вот движение шиатсу у нас получается, да. Как я говорил, анатомически мы вдруг попали, и очень точно размер пятки подходит к нашему подковообразному захвату. А второй рукой, ну, если время мы экономим, я прям одновременно делаю. Вот так вот. Второй рукой тоже тут половая сфера. У женщин тут находятся эти... Яичники, простаты, ну, тоже вот в этих областях. Тут много очень точек, мы все их, конечно, не будем сразу нажимать. Это уже там ваше творчество. Тоже протерли, растерли. Далее держим. Вот так вот или вот так? Вот так, только стараюсь подковообразность под этим углом, видишь, по диагонали. Теперь смотри. Смотрю. Шутиться, ну, поставить. Берем за косточку, лодыжку, да, ногу, и активно начинаем стопу крутить. Да. И он разом согревает меня в одну сторону, прям можно с силой. Я для начала, в принципе, вот так вот делаю. Сначала вверх, потом вниз, сюда, потом сюда, а потом больше. Наоборот, он сначала покрутится, а потом гнуть, да. Ты же разогреваешь, разгоняешь вот этот суставчик, кровушку в нем. Разгоняем активно в одну сторону, в другую сторону. Смотри, рука плавно сползает вверх. Ага. И мы уже захватываем за пятку и крутим пятку отдельно. А вторая рука здесь. Ступню от пятки отдельно крутим, да. Дальше рука держит. Саш, чувствуешь, как у тебя ступни от пятки отделилась? Дальше смотри, ось тоже продолжается у нас, да, разделяю стопу на две части. Дохватим с одной стороны и с другой, да. И тоже вот так вот на секунду друг друга. Раскручиваем. Разминаем. И заканчиваем на больших пальцах. Вот тут можно сэкономить время и сразу промассировать пальчики, так немножко отодвигая их, оттягивая, да. А потом загибаем их в обратную сторону до хруста. Можно по очереди, можно все сразу. Не хрустит и не надо. Да, да, я знаю. Это не наша цель. Теперь, как ты говорил, да, в эту сторону силой. Особенно если сводит мышцы ноги, да, то вот применяют именно в эту сторону, да. Да, можно вот так в разные стороны. Ну, кстати, вот когда мы тут разогрели, дополнительно можно еще рукой разогреть. А я обычно вот так вот делаю. Да, или вот так вот. Дополнительно согреваем, если он долго лежал, пока мы спину, например, делали, да. И опять захватываем сверху, ну, как бы, внутреннюю часть, ненаружную, да. И относительно друг друга поворачиваем так силой. Прямо, видишь, прям, от плеча идет. Вот так. Это как будто я хочу сломать их. И теперь другую сторону. Ну, тут просто рычаг. Одно нам рукой делаешь. Опа. Вот. Это промяли. Да. Хорошо промяли, прямо скажу. Да. Теперь делаем захват. И энергично разогреваем вниз. Архи-восухожилия прям вот сильно вниз, вниз, вниз. Лимфу гоним, гоним, кровь, гоним, гоним. Все туда. И... Да, вот тут можно прямо загореться. С дымом сможет отойти. Так. Немножко пошел. И смотри, опять же, у нас удобно, чтобы мы не тратили время, да. Сразу же руку перехватываем сюда. Лапа леопарда. И начинаем пятку отдирать на себя. Массируем таким образом вот эту вот пятку. Видишь, опять же, анатомически, как ни странно, мы очень хорошо подходим друг к другу. Массируем и массажист. Да. Так, стола рука может сбросить энергию. Теперь, вот саму пятку еще надо проработать более подробно. И редко кто работает именно с основанием пятки, да. Я знаю. Именно основание, да, где вот. Я обычно вот как делаю. Я обычно вот. Сверху, да. Это вот, ты говорил, точка. Вот, да, отвечает за половую сферу, да, за потенцию. Да, вот так вот, да, можно проработать. Я, в принципе, обычно вот так вот. Вот. Простучать можно всю ногу. Пальчики тоже. И вот так тоже простучать. Так. Руки, да, действительно, ты меняешь разные. Одна рука просто поддерживает стопы именно, да. Причем именно поддерживает, чтобы он не чувствовал твоего напряжения. Иначе тоже начнет напрягаться. То есть он просто вот легонечко лежит. Ага. Руки можно менять разные, да. Но, в принципе, просто пока я одно держу, мне всегда удобнее второе заканчивать движение, да. Потом, смотри, еще вот опять вот эти вот пальцы, да, вот так вот проходим. Мы стараемся отделить пятку, кожу, пятку, пятки, да, мясо вот это, от косточки пяточной. Чтобы сильнее, да. Потому что иногда силы пальцев не хватит, вот так вот, да, сжать. А вот силы вот этих коротких рычагов хватит. Фух, я прям устал. Ты тоже устал, да? Нет, я не устал. Ну, давай, немножко закончим до конца. Берем теперь ладонь, ну, самсукулад, да, и сразу энергично снизу вверх стараемся, да. Кровь, отток крови, от кончиков пальцев вниз, пятки, пятки гоним, гоним. Если ты заметил, мы продолжаем тоже сегментирование голени сначала, да, потом части вот этой, потом пятки. Потом стопы. Сейчас перейдем к верхней части пальца. Кровь все время как бы к подготовленному месту уже отгорает. Да, да, да. Дальше, честно говоря, я на камеру просто, чтобы было видно. Переходим к массажу точечному. Ну, тут уже кто на что гораст. Проще всего, если мы экономим время, сделать как? Умозрительный для себя вот эту вот область, да, выделяем этот квадратик, делим его на сеточку. И вот по этим точкам пересечения, да, генеечек, пятнашки, да, пятнашки такие, да, вот так вот проходимся. Тут находится кишечник и толстый, и тонкий. Его массируем. Вот про эту, к счастью, я не сказал. Здесь вот очень удобно захватить с этой стороны и прямо вот так вот сильно дать фармассировать, как будто бы тоже стараемся отодрать кусок мяса от косточки. Переходим к началу пальцев, вот они здесь начинаются, да, и разводим, да, от центра к периферии. Проминаем, можно между каждым пальчиком, да, такое движение сделать, целиком между всеми пальцами. И отделяем большой пальцем от остальных. Так же вот. Потихонечку доходим сюда. То есть все точки знают, их там, не знаю, тысяча, наверное, не удастся, да? Но мы волей-неволей все равно их прорабатываем. Да, сбросили энергию. Есть точки вот здесь. Знаешь, да? Там, где вот пальцы загибаются. Вот в это место, место там такое осталось, да? Вот это прожимаем только не сверху вниз, а вот туда, как бы, в направлении самой стопы. Вот туда давим, да? Точки вот здесь, на сгибе, да? Мы практически один раз уже понажимали, да? Можно еще раз вторую спройтись. Иногда я клиенту своим говорю, ты будешь удивлен, вот эта левая нога, да? Ну, я тебе сейчас массирую правый глаз. А вот сейчас правый ух. А вот сейчас правый там, скулу, да, зубы, правый зуб. Вот, потому что действительно, точки, они пересекаются с телом, наоборот. Ну, так же, как и от мозга нету, да? Знаешь, мы все знаем. Левая половинка мозга отвечает за правую половинку тела, правая половинка мозга – за левую половинку. Разминаем теперь вот здесь, где, да, между пальцами. И вот эту часть, помнишь, я показываю, вот тут находится позвоночник, да. Тоже мы дополнительно его стимулируем. Здесь, как бы, вот шея от большого кончика пальца, да? Здесь весь хребет, 12 позвонков в ТАЖ. Вот здесь поясница, и вот тут вот заканчивается позвонковчиком. Да, но я прямо иногда беру грубо, чтобы вот так вот силой, пальцами своими, да, чтобы прям энергия пошла. Саша, чувствуешь энергия, во-первых? Куда? Куда? Пошла, пошла. Позвоночник заработал. Вот, если хотим добавить немножко эротизма, да, то берем мягко, еще мягче, так просто, вот рука лежит, а эта рука расслабленная, и мы между пальцами входим в мизинец, на таких, коволику касаясь. Эротизм чувствуешь? Между пальчиками, так, проходим сюда, теперь перехватываем ногу, так, чтобы там тоже легко лежало, и вот легким касанием пальчиков, снизу и сверху, ведем по тоже таким меридианам, захватываем сам пальчик, нет, снизу, в обратную сторону, да, вот легкие движения, они все в обратную сторону делаются. Пришли к этому бензинцу, например, да, захватили его, покрутили, вот так вот, подергали вверх, вниз, нажимали вот в него, как бы, туда свисток пошел, подергали, следующий пальчик так мягко это все делаем, медленно. Что там, что за семинар-то проходит? Какие-то тоже дыхательные практики, энергию разгоняются в помощи звука. Ну, тут много точек, и вокруг ногтей есть, там точки поля, давай не будем просто останавливаться. Закончим, да, это вообще тема точек, действительно, это тема отдельного семинара, причем не однодневного даже, двух-трехдневного. Берем, опять же, грубо, тут можно прямо вот, достаточно сильно вот эти кочечки проминать, как бы, стараясь попасть между ними, да. Да, 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 да.